В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Неутешительная статистика пожаров в муниципалитете. МЧС просит быть бдительными. В горках ленинских до 25 числа сходы будут проведены. В РКБ стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Ребенок приходит на прием, осматривается врачом-педиатром, рекомендуется вакцинация. Более 400 квадратных метров для творчества. В Калиновке открылся новый филиал досугового центра «Юность». Это такая радость огромная не только для всей Калиновки, для всего терротдела и для соседей Сопронова, потому что все придут сюда. В рамках предупреждения несчастных случаев, связанных с пожарами, в муниципалитете постоянно проходят профилактические мероприятия. Однако не всегда трагедии удается избежать. За минувшие дни сразу два пожара со смертельными случаями произошли в горках ленинских. О реакции администрации и надзорных органов расскажет Дмитрий Книга. Сразу два резонансных пожара случилось в горках ленинских. 21 сентября в СНТ «Вятичи» произошло возгорание в частном жилом доме, в результате которого погиб одинокий мужчина пенсионного возраста. Причины устанавливаются. На настоящий момент приоритетной версией считается неисправность или неправильная эксплуатация печного отопления. Надо перед отопительным сезоном очищать дымоход и очищать также дымоход и печь не реже одного раза в три месяца. В том числе необходимо постоянно смотреть за состоянием своих электросетей, проводить замеры сопротивления и изоляции. Днем ранее, 20 сентября, по адресу Северный проезд, дом 6, произошло возгорание в квартире, где проживал одинокий пожилой мужчина-инвалид. В результате пожара он также скончался. Причиной трагедии стало курение. Погибший уснул с сигаретой в руках. В администрации Ленинского городского округа состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Предусмотреть увеличение проводимых межведомственных рейдов по обследованию места и условий проживания неблагополучных, многодетных семей, также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, то есть лиц и других лиц группы риска. По итогам заседания комиссии были приняты меры предупреждающего характера. Территориальным отделам поручено провести профилактические беседы, как с населением частного сектора, так и с жителями многоквартирных домов. В Горках Ленинских до 25 числа сходы будут проведены, и в СНТ, где произошла трагедия, и, соответственно, в поселке Горки-Ленинский. Иные территориальные дела подготовят график, направят в ваш адрес для полноценных встреч с населением и разъяснения всех пожарных норм. Такая встреча с жителями уже состоялась в СНТ-Вятиче. Собравшимся рассказали о правилах пожарной безопасности и раздали информационные листовки. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Город Видное посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. В ходе рабочей встречи с представителями администрации Ленинского округа был проведен осмотр контейнерных площадок на улице Завидное. Тему продолжит Наталья Буслаева. Улица Завидное расположена в новом микрорайоне. Основная проблема этой территории – большая запаркованность. В частности, машины оставляют и у контейнерных площадок, тем самым препятствуя проезду специальной техники для вывоза мусора. Жители неоднократно обращались к администрации района с просьбой принять меры в улучшении ситуации, связанной с тем, что имеется большая запаркованность в дворах и машинам, которые вывозят мусор, довольно сложно подъехать. Администрация услышала обращение жителей, предприняла всевозможные меры для того, чтобы контейнерные площадки, мусорные площадки были перенесены в более удобное место, чтобы это находилось ни во дворах, ни вблизи жилых зон, а это было вынесено поближе к проезжей части. Проинспектировали содержание и новое расположение контейнерных площадок министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, представители главного управления содержания территорий и администрации округа. Администрация Ленинского городского округа предпринимается все меры по переносу контейнерных площадок ближе к проездным дорогам, чтобы было удобно развернуться, подъехать и погрузить мусор. Стоит отметить, что перенос места для сбора мусора решается вместе с жителями. Проблема проезда спецтехники регионального оператора контейнерным площадкам общая для всех новых жилых микрорайонов. Администрация муниципалитета ищет пути ее решения, ведь вывоз бытовых отходов должен проводиться своевременно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Подмосковье внедряют интеллектуальную систему автоматической фиксации нарушений в содержании территорий. Нововведение добралось и до Ленинского округа. Подробности у Екатерины Борисовой. Теперь помогать работе инспекторов главного управления содержания территорий будет искусственный интеллект. В Подмосковье тестируют систему автоматической фиксации нарушений в содержании территорий. В пилотном проекте участвует и Ленинский городской округ. Умные камеры, установленные на автомобиле ведомства, сами безошибочно распознают нарушения. Очень высокое разрешение, очень быстрая скорость и фиксация нарушений моментальна. Примеры есть, действительно очень качественная картинка выходит по результату данной проверки. Мусор во дворах и у дорог, грязные опоры освещения, автомобильные знаки, переполненные контейнеры и урны. Ямы на асфальтовом покрытии и вандальные надписи на стенах домов и заборах. Умные камеры способны распознать и тут же зафиксировать более 70 видов круглогодичных нарушений, а также порядка 35 так называемых зимних. Система работы в тестовом режиме. Набор дефектов, которые она будет фиксировать, может быть как увеличится, так и уменьшится. Я уверен, что результат, пилотный проект будет признан успешным. И, естественно, в каждом городском округе данная система будет распространена. В каждой машине три камеры, две спереди и одна сзади. В Ленинском городском округе система функционирует уже две недели. Сама система, опять же, в автоматическом режиме модерирует и отправляет на устранение выявленных дефектов непосредственно исполнителям. Это может быть как муниципалитет, в нашем случае Ленинский городской округ, так и управляющая компания или МБУ, дорсервис, либо благоустройство. На устранение нарушений дается от одного до пяти дней. Призвать к ответу могут как коммунальные службы, так и юридические лица, в ведении которых находится объект с выявленными дефектами. В Ленинском округе началась сезонная вакцинация против гриппа. Прививку можно получить в поликлиниках. Она абсолютно бесплатна. О пользе процедуры и возможных противопоказаниях узнаем у Юлии Погасьян. Традиционно в сентябре начинается прививочная кампания против гриппа и продолжается до ноября включительно. На сегодняшний день вакцину получили более двух с половиной тысяч детей Ленинского городского округа. Врачи отмечают, спрос с каждым годом растет. Ребенок приходит на прием, осматривается врачом-педиатром, рекомендуется вакцинация. Если ребеночек маленький, то есть вакцина разрешена шести месяцев, она прививается двукратно. Для более старших детей она прививается однократно. Вакцина отечественная. В детской поликлинике муниципалитета имеется в достаточном количестве. Препарат действует в течение года, а значит в следующем сезоне процедуру необходимо повторить. Для того, чтобы формировался специфический иммунитет к вирусу гриппа А и Б. И заболев, ребенок перенес ее, либо он вообще не переносит это заболевание грипп, либо если он встречается с этим вирусом, он переносит его более в легкой форме. Есть и противопоказания. Острые респираторные заболевания, обострение хронических и индивидуальная непереносимость белка куриного яйца. Проще говоря, аллергия. Всем же остальным специалисты рекомендуют незамедлительно пройти вакцинацию. Прошу всех жителей Ленинского района прийти и привиться от данной инфекции, для того, чтобы меньше болеть вирусными заболеваниями. Прививочной компанией подключаются и централизованные группы воспитанников детских садов и ученики школ. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. Новый филиал досугового центра «Юность» в деревне Калиновка официально открылся. Помещение площадью более 400 квадратных метров с трудом вместило всех, кто пришел поздравить коллектив с этим праздником. Среди первых посетителей был наш корреспондент Максим Козлов. Это такая радость огромная не только для всей Калиновки, для всего те разделы, для соседей Сопронова, потому что все придут сюда. О том, что здесь большой праздник, ясно было уже на подходах к центру «Юность» в Калиновке. Приходили не с пустыми руками, а многие приберегли и теплые слова. И люди, которые вот здесь живут, это уникальные совершенно люди. Они настолько бережно к земле своей, родной относятся. Им настолько не все равно вообще все, что здесь происходит. И мы обещаем, что поэтапно, пошагово все ваши задачи выполняются. В классах юные артисты уже вовсю готовятся к праздничному концерту. Общая площадь помещения клуба 400 квадратных метров. Планируется, что здесь будут работать 15 кружков, а посещать их смогут не только жители Калиновки. Ленинский округ у нас разрастается, растет очень много микрорайонов, детей очень и очень много. А если на данный момент у нас занимается около 120 человек, то этот центр может принять около 200. И думаю, что все жители с удовольствием будут ходить в этот клуб. И не только дети, молодежь, но и старшее поколение. Действительно просторные классы, большой актовый зал позволят развивать самые разные направления деятельности, в которые будут привлечены местные жители от самых маленьких до пожилых. Активное долголетие очень ждет, когда мы его сможем принять. Потому что они хотят и петь, и танцевать, и рисовать, и вышивать крестиком. То есть мы ждем от мала до велика. А сейчас взрослые и дети наполнили актовый зал, чтобы посмотреть на первый в истории этого клуба концерт. Нелегким был путь, который проделали жители и руководство округа, чтобы в Калиновке появился этот культурный центр. То, что я видела, мне очень нравится. Это, конечно, гораздо лучше того, что было. Потому что начинали вообще в полуподвале, потом метались из одного помещения в другое. Поэтому то, что здесь, это просто сказка и мечта. Вспомнил былое и советник главы администрации округа, старейший работник культуры муниципалитета Моисей Шамаилов. Он заглянул еще дальше в историю деревни Калиновка. Был клуб. Клуб был небольшой. Даже при клубе была мотанциклетная секция. Когда Николай Крыгин возглавлял, была библиотека. К сожалению, по ряду обстоятельств пришлось клуб закрыть. Я вам хочу сказать, что, может быть, для кого-то это мечта последних трех-пяти лет, а для меня все-таки 25. Неделю назад глава округа лично проверил готовность помещения к открытию. Он обратил внимание на ряд мелких недочетов, но в целом увиденным остался доволен. Этот клуб еще один пример совместных действий жителей и руководства муниципалитета. Здесь и светло, и тепло, и современно, несмотря на то, что находимся мы формально в деревне в настоящее время. В бюджете предусмотрели деньги, депутаты нас поддержали, выкупили, отремонтировали. И вот сейчас открываем. Праздник отгремит, и начнется ежедневная работа на радость детям и взрослым Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова